В нашем городе состоялась мотивационная встреча ГЕСТОЛК. Заместитель Акима области Жасулан Сарсибаев встретился с госслужащими, впервые назначенными на руководящую госдолжность корпуса Б. На встрече Жасулан Берликович поделился своим жизненным опытом и знаниями, также рассказал о возможностях госслужащих. Для того, чтобы быть конкурентоспособным и успешным, важно постоянно учиться и совершенствоваться. Было отмечено, что каждый руководитель должен быть готовым решать сложные задачи и преодолевать трудности. Государственная служба – это управление населением. Если вы решили работать в такой сфере, прочитайте первое слово назидание Абая, то, что в нём описывается актуально до сих пор. Быть государственным служащим – ответственная работа. Он является связующим звеном между властью и народом. Качественная работа в каждой отрасли напрямую зависит от знаний, квалификации специалистов, умение принимать оперативные решения. Успешная реализация государственных программ зависит от профессионализма государственного служащего. Государственным служащим сейчас предъявляется много требований. Одно из важных – нужно работать с населением. И сегодня на мероприятии спикеры делятся опытом, советами, какими навыками нужно обладать, как вести себя в различных ситуациях, как работать с народом. Я думаю, это полезная для нас встреча. Цель мотивационной встречи – гест-толк, повышение профессионального уровня государственных служащих, показать способы выхода из сложных ситуаций, предложив психологические тренинги и различные кейсы. Аналогичные встречи у нас проходят во всех филиалах, которые расположены во всех регионах нашей страны. Мы приглашаем на них топ-руководителей, областных руководителей, для того, чтобы молодые государственные служащие видели, что служение народу на благо нашей страны, оно тоже имеет перспективу, несмотря на имеющиеся ограничения, возможно, какие-то трудности. Методические курсы, семинары для впервые поступивших на государственную службу и работников, назначенных на руководящие должности, будут продолжены в течение трёх недель.